Охота – занятие для настоящих мужчин, которые всегда готовы, превозмогая усталость, часами выслеживать дичь, порой даже без особой надежды на успех. Это ремесло берет начало от истоков возникновения человечества. Ни для кого не секрет, что охота сегодня сильно отличается от прошлого процесса выслеживания дичи с камнями и палками. Правда, человек охотникам делает ни ружье и ни патроны. Нельзя просто взять в руки оружие и идти на охоту. Чтобы стать охотником, должен быть добросовестным, чтобы ты любил животных, не то чтобы думал, как их уничтожить, как их размножать. Дается у нас один год, мы присматриваемся над этим человеком, он без ружья ходит с нами на охоту, привыкает, учит все. Поэтому, по согласному моему заявлению, коллектив присматривает, если он достоин быть членом коллектива. Сейчас редко кто охотится в одиночку. Большинство пользуются проверенным методом загонной охоты. Мы делаем мероприятие по отстрелу волков, собак, лис и ворон. Я вот сейчас заметил, мы идем и некоторые из охотников кричат. Это зачем делается? Что делают? Кричат. Ну, это загонная охота, естественно, с криком надо идти, чтобы, будем так ее называть, дичь, чтобы поднялась раньше, чем наступить на нее. Она должна подняться и идти на ноль, там, где стоят охотники. Эти охотники, так называемые номера, они стоят в укрытии и ждут, пока загонщики, громко шумя и крича, выгонят на них добычу. Номерами могут стать только самые опытные охотники, которые стреляют без единого промаха. В отличие от загонщиков, в засаде у номеров нужно вести себя очень тихо, чтобы не спугнуть приближающуюся добычу. Так как охота не самое безобидное увлечение, особое внимание в ней уделяется технике безопасности. Есть руководитель охоты, который распределяет охотников, они должны соблюдать интервал, дистанцию, чтобы друг друга видели. Поэтому, что у многих охотников всегда есть правый и левый фланги. Надо взяться за один фланг, чтобы друг друга видели, не дай бог стрелять. Ты не имеешь права стрелять, пока не увидишь своего коллегу справа или слева. Среди всех охотников Алексей самый молодой. Ему пока нельзя брать в руки оружие. Сейчас он набирается опыта и с нетерпением ждет того дня, когда сможет выйти на охоту с ружьем. Первый раз, когда мы были на охоте, мы долго шли, ничего не видели. Потом на дороге домой, когда мы заходили, с кустов выбегал заяц. Мы пристрелили его, я почувствовал, что это мое. Первый запах порога, первая дичь. И с этого момента я понял, что охота это мое. И стал ходить на охоту с моим дядей. Охота – это не просто увлечение. Благодаря подобным выходам охотники контролируют популяцию животных в лесах. Ведь если не следить за размножением волков, лис и других животных, они начинают кормиться в ближайших деревнях и селах. Тем самым причиняя вред домашнему хозяйству.